Здравствуйте, меня зовут Ирина, мы живем в Италии, у меня дочка 3 годика, потом старший сын почти 11 лет, муж у меня итальянец. У нас малышке поставили недавно совсем диагноз детский аутизм, с которым мы пытаемся бороться, помочь ей по возможности. Она сейчас ходит на частные занятия к психоневропатологу, который с ней занимается 2 раза в неделю. Нам не делали никаких обследований, никаких анализов, потому что здесь все так. Посмотрели ребенка на глаз, сказали, пару раз посмотрели, сказали, поведение аутиста. Она, я заметила сама, когда она была еще очень маленькая, что она не откликалась на свое имя, когда я ее звала. Ее, кстати, зовут Ева. Потом мы, ну, когда детки подрастают, ты даже имея уже первого ребенка, ты понимаешь, что она отличается от других детей. То есть, как бы, она всегда была очень спокойным ребенком, она никогда не капризничала, она никогда не плакала. Она, ну, правда, она не была болезненным ребенком с детства. Я ее кормила до 11 месяцев, у нас был нормальный, хороший, созидательный реплей. Она села, скажем так, по норме, пошла немножко поздно. Единственное, что у нас был эпизод, когда ей было год и три месяца, меня срочно ургентно госпитализировали и сделали операцию на позвоночник. Вот. И у ребенка, так скажем так, случилась такая психологическая травма. У нее, как бы, на три недели пропала мама без всяких объяснений. И она после этого закрылась в себе. То есть, врачи, это как факт, они отбрасывают, потому что для них был актизм. Они сказали, это может быть какой-то, ну, факт такой, я скажем, ну, не связывающийся с этим. Хотя, мне всегда казалось, что у меня раньше был совсем другой ребенок. Она была спокойная, но она уже начала выговаривать первые слоги, и она улыбалась, она смотрела, а потом у нее как-то, ну, он звонил, что у нее вроде бы как бы все это пропало. Вот. И мы познакомились с Давидом по интернету, и я надеюсь очень, что по всем образом, что он сможет нам помочь. Это, скажем так, сейчас для нас очень большая надежда, особенно для меня, потому что я в первую очередь в это верю. Это у нас первое знакомство, даже не в виде отчет, а просто первое знакомство, и в будущем мы будем рассказывать, какие у нас проходят изменения. Всего хорошего. При прямой церкви, при прямой церкви.